Самый бюджетный вариант, с помощью которого можно сдать нормальный экзамен, являются вот такие две готовальни. Обязательно посмотрите их различия. Если на них посмотреть внимательно, то вы увидите, что они немножко разные. Здесь идет отличие вот этих малых циркулей для малых радиусов, соответственно до радиусов 18 миллиметров. Вот это самая бесполезная в нашей жизни абитуриевенская история. Вот такой вот циркуль. Почему? Потому что в него не поставишь ни аэропидограф, ни изограф, ничего. Чертит он только маленькие радиусы, то в карандаше. Причем карандаш здесь идет обычный классический, вот эта ножка. Вот, абсолютно бесполезная вещь. Поэтому, когда вы покупаете готовальню, обязательно посмотрите, чтобы в наборе шла вот такая вот балерина. Потому что в нее можно поставить соответственно изограф и нормально обвести маленькие радиусы. Вот. Обычно вот эти готовальни мы покупаем. Да, они чуть побюджетнее вот эти вот, потому что опять же вот эта бесполезная история в них сидит, но мы их покупаем ради вот этого сменного для смены изографов. Переходник здесь есть вот этот. Мы его, соответственно, покупаем эту готовальню просто ради него, потому что отдельно он не продается. Он очень любит ломаться, вот. Особенно в неопытных руках. Вот. Превращается он в следующую историю. Вот так он отваливается. Вот. Его можно иногда починить, если вот здесь вот он не полностью отвалился. Но здесь, к сожалению, он полностью отвалился, поэтому здесь нас просто ждет покупка новой готовальни. К сожалению, потому что отдельно они не продаются. Вот так выглядит эта грустная история. Поэтому, если вы идете на экзамен, обязательно берите две таких готовальни. Вот. Ну и потом удобно. Один циркуль у вас работает на обводку, потому что у вас их два. Да. А второй циркуль, соответственно, у вас работает просто на карандашный чертеж. Вот. Поэтому вы работаете быстрее. Вот. Данные готовальни стоят в районе двух тысяч рублей. Это чуть-чуть побюджетнее. Вы можете найти за тысячу восемьсот, опять же, вот из вот этой истории. Вот. Поэтому обычно мы берем или две таких, или вот эту как запасную. Вот. Очень удобно. Быстро и достаточно. качественными чертить. Да. Опять же, к ним покупаются вот такие вот изографы, аэропидографы. Сюда же, по-хорошему, можно также вставить вот эти вот наши фирмы Micron линеры. Кто-то их называет лайнеры. Вот. Но здесь спорный вопрос, потому что он как бы работает просто на том, что он там застрял. Вот. То есть, резьбы здесь никакой нет. Это такой самый бюджетный вариант альтернативный для тех, кто просто не хочет покупать рапидографы за две тысячи рублей. Да. Это работает вполне. Этим можно чертить. Но знаете, что вы сильно рискуете, потому что он может сбиться отсюда и просто вылететь. Но я пробовала обводить им вазы, даже с напряжение. У меня получалось. Ну, думаю, что у вас тоже получится. Вот. В принципе, по готовальным все. Поэтому, знаете, вот это вот все очень любит ломаться. Но вот самый неподходящий момент. Можно раздобыть вот такой переходник. Вот. Он не очень удобный. Вот. Но, к сожалению, других альтернатив нет. Есть еще варианты китайских аналогов. Они такого синего-черного цвета бывают, но они тоже неудобные. Вот. Его минус в том, что он не сгибается. Вот здесь вот есть такое место. Вот здесь он не сгибается. Но, тем не менее, как вариант, он сюда тоже подходит. Вот, пожалуйста. Вот. И не забывайте, да, здесь вот эти все ножки, они двигаются. То есть, когда вы будете чертить, смотрите за тем, чтобы носик карандаша, изографа, линера обязательно совпадал с иглой циркуля. Вот. Иначе вам будет просто неудобно чертить. Вот. Но вот это достаточно долго нужно все подгонять, здесь закручивать. Вот. Но суть таково, что вот у нас сел карандашик. Вот. И вы, соответственно, иголочку сюда вот так подтянули. Вот. Вот такая вот история. Видите, да, минус? Вот здесь вы уже не можете его согнуть, как если бы согнули здесь и тут бы сходилось. Поэтому радиус применения достаточно ограничен. Можно, конечно, вот здесь вот эту ногу подгибать. Но оно такое. Вот. Поэтому, к сожалению, самый лучший вариант, это просто купить еще одну готовальню с вот этим переходным звеном. Вот. Да, переходник на изографы. Ну вот. По циркулям, в принципе, все. Вот. Я думаю, что информации для этого достаточно. Продолжение следует... Продолжение следует...